В переполненном горожанами зале прошли во вторник общественные слушания бюджета областного центра. Узнать подробности главного финансового документа столицы Верхней Волжи, внести свои предложения, пришли представители самых разных профессий и возрастных групп. Подробности далее. Не будет никакого преувеличения сказать, что в этот день яблоку было негде упасть в этом зале Тверской городской думы. Бюджетное слушание вызвали огромный интерес у жителей областного центра. Мы можем говорить о том, что все поколения жителей города Твери заинтересованы не просто в том, чтобы бюджет был больше, а в том, чтобы он реализовывался таким образом, для того, чтобы сделать жизнь жителей города Твери более комфортным. Напомним, что рассматривается главный финансовый документ областной столицы на ближайшие три года. Его размер на 2024 год составляет 10,5 миллиардов рублей. Традиционно бюджет будет социально ориентирован. На протяжении последних пяти лет из областных центров ЦФО Тверь занимает одно из первых мест по уровню занятий. Проект бюджета 2024-2026 годов на цель на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в городе Твери. Будет продолжена работа по ограблению и увеличению источников дохода в муниципалитете. Отмечу, что бюджет на 2024 год планируется без дефицита. На протяжении последних пяти лет из областных центров ЦФО Тверь занимает одно из первых мест по уровню занятости населения. Поэтому при его численности в 416 тысяч столица Верхневолжи будет и дальше привлекательна для жителей других регионов. Тем более, согласно планам развития, в городе ежегодно планируется создавать как минимум полторы тысячи рабочих мест. Нас требуются руководители, специалисты высшего уровня квалификации, среднего уровня квалификации, документоведов, инженеров, рабочих, как квалифицированные, так и не квалифицированные. Операторы машин, спорщики, водители, работники сферы уроков и торговли. Всего сейчас 3-5 тысяч вакансий на любой вкус. Бюджетные слушания — это далеко не лекция с цифрами и графиками. Важнейшей составляющей являются предложения простых граждан. Их в этот день звучало немало, что очень порадовало депутатов Гордумы. Ведь были высказаны конкретные пожелания и просьбы. И по детскому саду обязательно будет поправка. Спасибо Вере Петровне, члену общественной палаты, которая рассказала о школе 34-й. Да, тот район развивается, там новый город. И там, когда-то эта школа училась в 800 с небольшим. Сейчас почти 2 тысячи детей учатся. Конечно, она уже себя переросла. Все озвученные в ходе слушания пожелания и поручения будут обязательно обсуждаться парламентариями в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении. А оно состоится уже в ближайшие дни.